Здравствуйте! В эфире программа подробности. Сегодня подробно поговорим о исторической дате. Исполнился год со дня присоединения к России Крыма. Очень важная дата в современной российской истории. И обсудим ее сегодня вместе с депутатом Государственной Думы Николаем Булаевым. Николай Иванович, здравствуйте! Добрый вечер! Год. Почти год. Я сказал, что он исполнился, исполняется. На самом деле, крымские события, предшествующие переходу, вливанию Крыма в состав России, начались уже больше года назад. Да, это правда. Вот этот год. Каким он был, на Ваш взгляд, для Крыма? Каким он был для России? Как глубоко удалось республике интегрироваться к нам, в нашу большую дружную российскую семью? Ну, немножко, чуть-чуть в сторону. Вот второй день у меня оригинальная неделя, и я ее провожу в округе. Был в Ряжском, в Сарайском районе. В Клепковском районе непонятно, что мне всегда хочется зайти в школу и провести то, что раньше называлось для меня уроком. А сегодня это больше разговор такой живой. Ну, это заслуженного учителя России. Это нормальное желание. Спасибо. Есть такое желание попытаться что-то поговорить. И вот эти дни я говорил в том числе с ребятами о Крыме. Что здесь смущает немножко, да? Несмотря на то, что мы вроде бы и в прессе, и в разговорах достаточно откровенно, и мне кажется, аргументированно говорим о тех событиях, которые проходили. Все-таки я иногда вижу в вопросах, в нюансах, в эмоциях, что вот эта пропаганда, что Россия аннексировала, Россия захватила Крым, мне кажется, где-то в глубине у некоторых ребят находят такую почву. Это, конечно, тревожит. Ну, так было я там, свидетелем некоторых событий, был еще до референдума, и я видел, как там проходило. Я всегда ребятам говорю, я не видел в те дни на улицах ни одного села, ни одного города российских военнослужащих. Их там не было. Вежливые или какие-либо другие, их не было. Они были в других местах, они были там, где были украинские соединения. И людям дали возможность военные наши, за счет определенного воздействия на других военных, дали возможность выразить свою точку зрения, свою позицию абсолютно открыто, абсолютно без давления. На избирательных участках не было ни одного военнослужащего. Был милиционер, и он был с украинским паспортом, он был милиционером Украинского Министерства Внутренних Дел. И он, в общем, к России не имел никакого отношения. Поэтому говорить о том, что кто-то на кого-то давил, смешно. Люди шли и в 4-5 утра становились в очередь. Это было абсолютно свободное волеизъявление, на которое никто не оказывал никакого морального, психологического, а тем более физического давления. Поэтому результат этого голосования, результат референдума, результат выбора, он для меня абсолютно точно безупречен. Он не может быть подвержен никакому сомнению. Меня в этом убедить невозможно. И то, что происходило затем, в течение этого года, процесс интеграции, конечно, он достаточно сложный. То есть мы пытались соединить в единое целое два государства и регион, которые 20 с лишним лет были разъединены. Они разъединены физически, не было сообщения далеко через Украину, разъединены по странам. И вот это соединение не могло не быть таким легким и безболезненным. Другая юриспруденция, другая социальная сфера, другая экономика. Учебники другие. Учебники, учебники. Мы решили, это, кстати, проблему, может быть, одну из самых нам казавшихся больших проблем. Мы ее решили достаточно быстро. Вот я этим тоже занимался. И по школе мы принимали закон об интеграции по образованию. И в этот закон, если мне не изменять память, мы до сих пор не внесли ни одной поправки. То есть тогда мы его принимали буквально в течение двух недель. И мы его приняли, потому что нужно было завершать обучение в школе. Нужно было выдавать аттестаты. Нужно было выдавать дипломы в вузах. Нужно было завершать. Нужно было поступать. Нужно приемную кампанию организовать. И мы принимали закон. Нужно было обеспечить учебниками. И это достаточно большое количество. И вот все-таки задача была выполнена. И она финансово достаточно затратная. И все было сделано, несмотря на то, что не было единой финансовой системы. Мне кажется, вот эту задачу мы решили, несмотря на ее сложность, успешно. И особых проблем с интеграцией системы образования в российское системе образования не произошло. Сейчас мы имеем в Крыму федеральный университет крымский. Мы имеем в Севастополе севастопольский государственный университет. Они как юридические лица работают. Произошло объединение. И эти два университета сегодня получают достаточно большие деньги на свое развитие. Но мне кажется, мы поменялись уже и менталитетно. То есть Крым для России всегда был родным регионом. А теперь он стал таким кровным регионом. За Крым, на Россию, многие говорят, и президенты в том числе. Крым, конечно, был использован как причина для того, чтобы выразить России все, что копилось годами у наших партнеров за рубежом. В результате сегодня Крым для нас такой дорогой регион, который нам близок. Несмотря на то, что, наверное, один из самых дальних регионов, он близок к нам. Потому что мы многое пережили за этот год. Если кто-то сейчас сядет и посчитает, что произошло за год, то событий произошло такое количество, что для какой-то страны это целая эпоха. И мне кажется, в этой ситуации важно подчеркнуть, что Крым объединил не только Крым к России, но он объединил людей внутри всей России. Вот показатели, доверие к президенту, рейтинг его поддержки сегодня таким не был никогда в России. Это реакция людей, в том числе на те проблемы, которые возникли. Это реакция людей на то, что Россия сегодня может высказать свою точку зрения и может ее отстоять. И мне кажется, что Крым сыграл огромную роль в истории России. Мы еще до конца этого не понимаем. Я думаю, что пройти должно не одно десятилетие, чтобы мы поняли, какое событие свершилось. На самом деле это историческое, эпохальное событие. Ну вот главное, скажем так, то, что за этот год больше всего порадовало и то, что может быть огорчило вот этот год Крыма в России. Ну, если вот говорить обо мне, то вот то, что я наблюдаю у себя, в депутатском корпусе, в разговорах людей, сегодня очень легко пришло состояние, понимание, осознание того, что Крым это наш и что это не какой-то регион, который присоединили там Севастополь, Крым, 84-85 регион. Крым это наш, это всегда так было. И никто даже не думает, что может быть или должно быть как-то по-другому. Это естественное состояние, которое все восприняли, весь народ России воспринимает как обычные, нормальные, ожидаемые, ожидавшиеся решения. Что может здесь огорчать, огорчать вот может то, что, наверное, Крым дополнительно, ну это было и раньше, просто Крым проявил особо некие такой, некие двойные стандарты в оценке событий у наших коллег, как за рубежом, так и в Европе. То есть вот эти двойные стандарты, они были всегда. А здесь, в связи с событиями в Крыму, они проявились настолько выпукло, радикально, что иногда возникает ощущение, что так не может быть, так не должно быть, так не должно быть. Таких стандартов по оценке действий не должно быть в мировом сообществе сегодня. А вот эти двойные стандарты, они проявились, и начинаешь думать, что, в принципе, наверное, просто раньше мы относились к этому с недопониманием. Что раньше, наверное, мы какие-то вещи не так точно оценивали и прогнозировали. И что в данном случае, наверное, камень, который лежал за пазухой у наших партнеров, он был значительно большего размера. Мы недооценили этот камень. И я думаю, что это тоже урок, вот мы начинали с вами с урока, это тоже урок для всех нас, что, наверное, порох надо держать сухим. Спасибо, Николай Иванович, Николай Булаев, депутат Государственной Думы. Сегодня у нас урок современной российской истории. Мы вспоминаем события годичной давности присоединения Крыма к России. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова